Еще в сентябре по итогам открытого всероссийского конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции развития бывшей территории Ульяновского Суворовского училища, жюри определило трех финалистов. Это объединение независимых организаций, которые занялись разработкой конкурсных проектов. В их числе ульяновская архитектурная компания «Простор» совместно с архитектурным бюро «Осадова», московская компания «Прайд» с Симбирск проектом и петербургская компания «Туби Архитекст» с ульяновской компанией «ВМП». Призовой фонд конкурса составил 3 миллиона рублей. Каждый из финалистов представил свой вариант развития конкурсной площадки. На самом деле все финалисты очень интересные варианты развития территории предложили. Что, на мой взгляд, немаловажно, что эти варианты можно даже будет комбинировать. То есть, вы знаете, территория сегодня разделена уже на три планировочных квартала красными линиями Краснознаменного переулка и улицы Льва Толстого. Соответственно, у нас есть, скажем так, три слагаемых, которые можно так или иначе миксовать. И, кстати, интересные решения есть в каждом консорциуме, скажем так, уникальные, есть что-то объединяющее. На суд жюри было предложено 4 проекта развития территории, а не 3. Консорциум под лидерством ТПО «Прайд», который работал совместно с ульяновской группой компании «Симбирск проект», подготовил два конкурсных предложения. Наш вариант представляет концепцию, когда восстанавливается городская разрушенная ткань, восстанавливаются улицы, которые сложились на этой территории еще в 17 веке, структура кварталов и главная доминанта – Троицкий храм. Вот это главная позиция нашей градостроительной идеи. Одна из других задач – это сохранить историю этого места. Компаньон «Симбирск проекта» – московская компания «Прайд» представила свое видение территории. К слову сказать, ее возглавляют бывшие выпускники политеха, для которых ульяновск – малая родина. Реализацию своего проекта они оценили в 7 миллиардов рублей, который должен окупиться в 6 лет. Исторический каркас этого места сформулирован тремя кварталами. Один из кварталов – это культурно-исторический кластер, второй – это культурно-образовательный, и третий – это бизнес-квартал, где могут размещаться малые предпринимательства и тем самым давать динамический рост среды вокруг. Консорциум под лидерством ульяновской архитектурной компании «Простор» выступил с концепцией концентрированного города, в котором собралось многообразие яркой городской жизни. Что включает жилой комплекс, аллею славы, филиал художественного музея, площадь Суворова, бутик, отель, арт-кластер для молодежи, музей истории, каворкинги, мастерские, парк с амфитеатром и смотровыми площадками. Сумма реализации проекта – почти 9 миллиардов рублей. Культура и образование – это два основных момента, но мы понимаем, что эти моменты не будут работать без третьей составляющей, которую должна этот проект запустить. Речь идет о каком-то масштабном инвестиционном проекте, который тоже должен на этой территории появиться. Поэтому здесь речь идет о синтезе функций, я бы это назвал, что это бизнес, наука и искусство. Проект поддержал Министерство искусства и культурной политики региона, а Ульяновский художественный музей выступил садокладчиком, поскольку проект ориентирован на его развитие. Питерско-Ульяновский проект на фоне предыдущих выглядел очень скромно. Сумма реализации, по мнению руководителей компании – 2 миллиарда рублей. Мы пытаемся создать синтез различных сфер наука, творчества, искусства, ведь именно на пересечении этих сфер происходит самое интересное открытие и прогресс. Я хочу еще добавить, что мы не забыли и о местном предпринимателе. То есть мы для них тоже предусмотрели определенной площади площадку, где они могут размещать свои, особенно местное значение, товары. Окончательный выбор победителя проходил за закрытыми дверями. В состав жюри вошли министр искусства и культурной политики региона Евгений Сидорова, помощник губернатора по архитектуре и градостроительству Ольга Мельникова, директор музея-заповедника «Родина Ленина» Ирина Котова, глава города Ульяновска Дмитрий Вавилин и почетный архитектор Российской Федерации Татьяна Дарасова. Возглавил жюри первый заместитель губернатора региона Игорь Эдель. В итоге первое место и полтора миллиона рублей отдали консорциуму под лидерством «Простор». Второе и один миллион рублей – «Прайду и Симбирспроекту». Третье – 500 тысяч рублей – «Туби Архитекс и ВМП». По словам Ольги Мельниковой, дальше предстоит еще более длинная и интересная работа. Конкурс – это лишь толчок для дальнейшего изучения данной территории. Выбранный проект не является догмой. Это инструмент для представителей региональной власти посмотреть на бывшую территорию Ульяновского Суворовского училища уже более глубоко и развивать ее. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Уллправда ТВ.